Сам факт то, что группа, которая поддерживает до сих пор, не прекращала свою связь, ну, контактировать с тем же Плохотняком в США, эту группу возглавлял Евгений Никифорчук, он был зачинщиком этого раскола в Демпартии. То есть и остальные, там, Костя Ботнер и компания, это уже примыкающие, но это был тот, который все начал, скажем так, и который... Но раскола ведь не произошло, вся партия проголосовала икиногласно. А я вам объясню ситуацию. В воскресенье, когда я вышел в лайв и рассказал о том, что произойдет на этой неделе, я назвал цифру 12, да? Пока я закончил лайв, мне пишут сообщение, говорят, слушай, может, выйдешь еще раз, короче, уже есть 16. Но я не стал выходить, я понимал, что... 16 депутатов Демпартии, которые готовы были проголосовать за отставку правительства Маясанта. Значит, ничего не поменялось. Если говорить про методы, которыми, ну, всеми известные, которыми пользовался Владимир Плохотнюк, у него были... Было два инструмента. Один – это запугивание, шантаж, чтобы повлиять на выход депутатов из той или иной фракции. Хорошо, кто на этот раз? Либо деньги. Евгений Никифорчук был человеком, который предлагал своим коллегам по 350 тысяч евро за голос. То есть это так, скажем так... Господин Никифорчук, депутат Демпартии, предлагал за голос членам Демпартии, для того, чтобы они проголосовали за отставку. Нет, для того, чтобы они покинули ДПМ, потому что работа эта ведется последний месяц. К этому подключался Константин Ботнер, он для этого специально из Лондона возвращался в Молдавию две недели назад. Значит, потому что Никифорчук с некоторыми не мог договориться. Продолжение следует...